Мурманский совет депутатов не исполняет закон. Под таким громким названием вышла статья на сайте полит.ру. Цитата. Депутаты областной столицы отказались досрочно прекращать полномочия своего коллеги, главного редактора вечернего Мурманска Виктора Хабарова. В его декларации не нашлось упоминания о зарубежном имуществе, хотя, как выяснилось, оно есть. Подробнее расскажем в специальном репортаже. Домик в Болгарии, счет в банке, коммерческая фирма. В декларации Виктора Хабарова такие сведения указаны не были, несмотря на наличие этого имущества. Для депутата как должностного лица это серьезное нарушение. За такие лишают мандатов, попросту выдворяют из депутатов. Это прямое нарушение антикоррупционного закона. Соответственно, закону на такие нарушения отреагировали в Санкт-Петербурге. Там после проверки депутатские кресла были вынуждены покинуть 11 народных избранников. А вот в Мурманске ситуация иная. Горсовет ограничился предупреждением, которое вынес Виктору Хабарову. Мы обнаруживаем сейчас такую явную проблему, что коррупция вот она есть, ее вычислили, ее явили миру, но исполнять федеральный закон в то же время о противодействии коррупции, в общем-то, совет города не слишком спешит. И мы не зря здесь сравнили Санкт-Петербург и Мурманск, потому что за право применить это не практика, введенных СССР мы, конечно, наблюдаем и в масштабах страны также оцениваем. И да, не редкость, к сожалению, что депутаты муниципальные утаивают действительно в декларациях о доходах и свои какие-то там дома и счета, и пытаются там как-то обходными путями пересетрить. Они лишают в итоге права быть депутатом, не отбирают полномочия, потому что так требует закон. Ну вот, допустим, недавно на Санкт-Петербурге тоже достаточно такие громкие вот дела были, да и в других регионах также. Ну а в Мурманске сейчас получается иначе, потому что депутат, который посчитал своим правом, что он может и таить зарубежную недвижимость и нарушить закон, что он почему-то вот отделывает только предупреждение. Ну, то есть наказание, оно не соответствует поступку, скажем так, и почему здесь какая-то исключительная норма вот изменялась в данном случае. Ну, в данном случае, конечно, мы поставили вопрос о том, что Совет депутатов города Мурманска намеренно, в общем-то, не исполняет федеральное законодательство, но это, по крайней мере, видится вот нашему экспертному сообществу именно вот в таком вот разрезе. Экспертное сообщество недоумевает. Говорят, в Мурманске закон решили трактовать по своим меркам. Позиция мурманских товарищей, она, в общем, напоминает известную формулу. Это сукин сын, но это наш сукин сын, да. То есть, типа, неважно, что нарушили закон, но поскольку, типа, наши люди, а если, значит, нашим не нравится, то, значит, обижают. Вот. Ну, мне кажется, что это неверная совершенно точка зрения. Александр Кынев – российский ученый-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем. Кандидат политических наук, то есть человек с регалиями и знаниями, которому можно доверять. Он также сравнил подход к исполнению антикоррупционного законодательства в Санкт-Петербурге и Мурманске и нашел явные различия. Вы упомянули Питер и Мурманск. Ну, понятно, как бы, регионы, в принципе, близкие – северо-запад России. Вот, в общем, два разных совершенно подхода, когда в одном случае, как бы, закон выполняется довольно жестко, да, а в другом случае, как бы, ну, вот, есть попытка такой, как бы, локальной политизации, типа, вот, но нам не нравится, и мы не будем, да. И, значит, и будем объяснять это какими-то политическими причинами. Если закон выполнять по принципу «мне нравится выполняю, мне нравится – не выполняю», то мы сами далеко зайдем. Поэтому, ну, это даже тот самый случай, когда действительно нормы, возможно, чрезмерно жесткие, но отсутствие или незнания, да, как бы, или несогласия, не сопровождаются за ответственностью. Глупо говорить, что забыл об ограничениях скорости движения в городе, когда получил штраф за езду на скорости 100 км в час. Глупо быть несогласным со статьями про мошенничество и кражу. А в чем разница с антикоррупционным законодательством? Закон есть закон, и мы знаем, что незнание закона не освобождает от ответственности любого закона, в том числе и закона о противодействии коррупции. Статья 13 Федерального закона о противодействии коррупции указывает, что критериями требований, определяющих качество предоставляемых депутатами представительных органов местного самоуправления, сведений о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера выступает их полнота и достоверность. При этом непредоставление депутатам сведений, предусмотренных Федеральным законом о противодействии коррупции, либо неполное предоставление сведений недостоверных, влечет досрочное прекращение полномочий такого депутата. Исходя из норм закона, еще 28 января на заседании Совета депутатов судьба депутата Хабарова должна была решиться единогласно отстранением от депутатской деятельности. Интересно, что на обсуждение вопроса журналистов не пустили. Действительно, я считаю, что это недопустимо. И можно было все-таки этот вопрос обсудить при широкой публике, и не выгоняя при этом журналистов, моих коллег из зала заседания. Итог закрытого обсуждения о судьбе народного избранника Виктора Хабарова не внес изменений в состав депутатского корпуса. Виктору Алексеевичу будет применена дисциплинарная ответственность в виде предупреждения. По количеству голосов, так как было заседание в этом вопросе закрытым, я, к сожалению, распространяться не могу. Ну, скажу одно, что могу сказать за себя, что я, конечно, голосовал против такого решения. Такой же точки зрения придерживается и юрист Андрей Шарков. По мнению специалиста, данное решение нечестно, в первую очередь по отношению к избирателям, которые доверились и выбрали этого депутата. Факт того, что один из депутатов является коррупционером, нарушил антикоррупционное законодательство, и при этом вы это делаете за закрытыми дверями, абсолютно кулуарно, а в конце пожуряемым пальцем. В этом плане, мне кажется, что это абсолютно неправильно. Что касается выбранного решения, ну, как я уже сказал, с юридической точки зрения, оно имеет право быть. Вот. А дальше вопрос совести каждого из депутатов. И это вопрос не только совести, но и вопрос доверия к власти. Ну, вы знаете, совет депутатов, вот покрывая Хабарову, на данном случае, он дискредитирует сам себя, в первую очередь. Я думаю, что совет города понимает это. Но вот эта вот демонстрация такой сверхлояльности к Хабарову, видимо, у них есть какие-то свои на то причины. Но в первую очередь, я думаю, что жители города смотрят на ту именно эту власть, вот первичное звено, до которой нас дотянулся до власти рукой, кто наши, это вот первые муниципальные депутаты. Они себя показывают, как то, что они покрывают коррупционера, что они действительно вот преследуют, в первую очередь, свои какие-то интересы. Ну, если бы были они заинтересованы в борьбе с коррупцией, наверное, бы такого вопроса не возникал сейчас. Совет ограничился предупреждением Хабарову, даже несмотря на жесткую реакцию первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака. Отсутствие в декларации сведений о зарубежном имуществе Турчак интерпретирует как незаконное и неэтичное поведение депутата, пишет сайт полит.ру. А эксперт Александр Кынев в пух и прах разбивает версию, что применение закона носит политизированный характер. Есть действительно политические статьи, которые применяются политически, но, на мой взгляд, вот это антикоррупционное законодательство к ним не относится. То есть в этом смысле его применение, оно достаточно четко регламентировано. Есть вещи, которые очень жестко фиксируются, то есть есть хронологический дедлайн, то есть есть документы, нет документов. То есть поле для политизации тут, на самом деле, на мой взгляд, нет. Про политизацию часто говорят оппозиционеры, но тут иная ситуация. Виктор Хабаров был членом «Единой России». Скажем так, что достаточно часто и депутатов состоящей партии «Единой России» лишают полномочий. Но только об этом, наверное, не принято, может быть, как-то говорить, что ли, широко. Как правило, какие-то скандалы, какие-то теории заговора случаются, когда именно про оппозицию идет разговор. То, что там подсуетились, если там зачистили поле, какие-то такие вот истории, они в этом не в общественном поле, такие тенденции. Но закон, он есть закон, потому что, если он нарушается, какая разница, партийная принадлежность твоя какая. У нас в Санкт-Петербурге вот из Советов, например, исключаются пачками и единородств, в том числе, если их ловят на нарушение антикоррупционного закона. И зачистки, вот даже если вспомнить, по-моему, в 2018-2019 год, когда начались в Санкт-Петербурге, единороссов просто выводили под белые руки. Там, знаете, не один из-за того случая был. Ну вот если у вас Мурманск, и, допустим, мы говорим сейчас про Виктора Хабарова, то, что он был членом «Единой России», лишился пар билета, но настаивает сейчас на его исключение губернатор, как лидер областных единородств. Но мы, да, конечно, мы вправе говорить о чистке партийных рядов, и мы также вправе говорить об обновлении партии власти. Вообще-то эти установки, они идут с федерального центра и регионами, они неукосительно должны соблюдаться. И ЧИБИС, если здесь пример Хабарова мы даже берем, он как бы также подчеркивает исполнение федеральных установок и трендов, неприкасаемых нет. А закон, он единый для всех. Закон един для всех. И, как сообщает Полит.ру, в Санкт-Петербурге прокуратура озабочена его исполнением. А в Мурманске субъектом иска к Виктору Хабарову стал Андрей ЧИБИС, который 1 марта обратился в Октябрьский суд. Ну вот мы анализировали последние песни, в том числе и с Хабаровым в Мурманске. Мы, конечно, можем отметить то, что в Санкт-Петербурге, ну, в принципе, и как в Москве, и в Санкт-Петербурге, если мы даже берем разрез в столице, более активно как-то принимает участие прокуратура, понимаете, вот в расследовании каких-то коррупционных дел, выявлении, пресечении, профилактике. Мы, безусловно, в компетенции не сомневаемся ни в коем случае, мурманского прокурора повольно, ни в коем случае. И мы, конечно, надеемся, что так же подключится к работе. Но сейчас получается так, что как будто это вот у губернаторов больше желание бороться с коррупцией именно вот в рядах «Единой России» и депутатов. Ну, повторимся, что специфика региональная, конечно. Но в Санкт-Петербурге просто часто бывает так, что прокуратура сама, понимаете, она инициирует о своеме иске и по лишению депутатских полномочий, и тех листа нарушил закон. Это даже вот... Ну, их работа вместе с связкой с губернатором Бегловым, она вот так, ну, более как-то ярко, что ли, проявляется. Ну, мурманского области пока мы вот не можем такое отметить. Специальный репортаж завершаем словами Андрея Турчака, который, комментируя ситуацию с Виктором Хабаровым, подчеркнул уверенность, что этому будет дана соответствующая оценка. Будут и меры реагирования, в том числе прокуратура. Курорские, и они не заставят себя долго ждать.